О развитии российских муниципалитетов говорили накануне на 8-й ежегодной конференции местное самоуправление, служение и ответственность. Ее традиционно провели в День памяти мэра Нефтьюганска Владимира Петухова. Главной темой встречи стало социально-экономическое развитие муниципалитетов в условиях современных вызовов. Так правительство Югры утвердило план первоочередных действий, в котором содержатся 53 меры поддержки. Например, пониженная ставка 4% по упрощенной системе налогообложения, а также пониженная до 3% ставка налога на прибыль. Уже сегодня 200 представителей бизнеса воспользовались мораторием на начисление неустойки по договорам микрозаймов. Больше 620 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку от институтов развития и органов местного самоуправления – 1,5 млрд рублей. Почти 600 млн направили крупному бизнесу для компенсации процентной ставки по кредитам. Мы рассчитываем, что эти решения позволят нам увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых с 227 до 231 тысячи человек. Мы уверены, что принятые нами меры поддержки в условиях санкции позволят сохранить стабильность в регионе и в наших муниципальных образованиях и увеличить экономический потенциал. В Радужном благоустроит набережную. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова во время онлайн-эфира с жителями города. Так, сразу несколько пользователей написали о немадлежащем состоянии территории возле реки Аган. Горожане обеспокоены тем, что на береговой зоне теперь негде отдыхать, так как убрали беседки. Глава Радужного Наталья Гулина сообщила, что старые постройки пришли в негодности и их демонтировали. Но уже к первому сентября планируют разместить 10 новых беседок. Добавлю, что сейчас вопрос благоустройства находится в работе. Проект планируют реализовать к 2023 году. В 2023 году город приступит к реализации этого проекта. Вне зависимости от того, победит он в конкурсе или не победит. Это первое. А уже в этом году до какой даты будут установлены новые беседки, которые не ломают концепцию будущего проекта. Лучшие доноры России живут в Югре. Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. Он озвучил итоги ежегодного конкурса Российской ассоциации трансфузиологов. Так, в числе призеров сразу двое сургутян. Евгений Минаев занял второе место в номинации «Максимальное количество донаций крови». Его результат – 159 кровоотдач. Еще одного югорчанина Парвиза Муменджанова отметили за «Максимальное количество донаций тромбоцитов». Он стал третьим в своей номинации. Сургутянин регулярно сдавал кровь и плазму, а процедуру тромбоцитофереза он совершил почти сотню раз. Отмечу окружную станцию переливания крови, которая объединяет учреждения в Сургуте, Нижневартовске и Нефтьюганске ежегодно посещают более 12 тысяч доноров. Здесь заготавливают свыше 26 тысяч литров крови, около 10 тысяч литров плазмы и без малого – 30 тысяч доз тромбоцитов. И это без учета семи отделений и переливания крови, которые работают в округе. Поликлиника на колесах приехала в Нижневартовский район. В этом муниципалитете бригада врачей окружного центра профпатологии обследует жителей пяти населенных пунктов. Отправной точкой стало село Ахтеурия. В местном фельдшерско-акушерском пункте люди с самого утра занимали очередь к специалистам. Проверить здоровье здесь можно не только у терапевта, но и у узких специалистов. В бригаде работают стоматолог, хирург, гинеколог, невролог и впервые дерматовенеролог. Кроме того, можно сдать необходимые анализы и пройти обследование на современном оборудовании. Ахтеурия – это только первая остановка. В скором времени квалифицированную помощь смогут получить жители Ваховска, Зайцевой речки, Агана и Ваты. Мы можем пациента обследовать в течение одного дня рабочего полностью. Если вот пришел, он сдал анализы. Мы всегда стараемся быстро делать анализы. Это действительно так. У нас оборудование современное. Если вот прошел ультразвуковые исследования, флюорограф, и в конце рабочего дня он может получить уже результат на руки. Минувшее воскресенье в Сургуте 19-летний водитель за рулем Лады проезжал перекресток на красный свет светофора. В результате в него врезался автомобиль «Хендай». После чего отечественную легковожку отбросило на фонарный столб. Виновник аварии и трое его пассажиров получили травмы. Их доставили в больницу. Всего за минувшие сутки на дорогах Югры произошло семь аварий. Повреждения получили 11 человек. Сотрудники госавтоинспекции задержали 43 нетрезвых водителя. У пятерых это нарушение было повторным. Еще 10 отказались от прохождения освидетельствования. 37 человек выехали на полосу встречного движения и 128 нарушили правила перевозки детей. В Югре может появиться сад памяти домашних животных. Автор идеи «Экопохорон» для питомцев сургутянка Мария Котик стала победителем всероссийского проекта «Лига будущего» и получила грант Росмолодежи. Итоги конкурса накануне подвели в Москве. Эксперты выбрали 10 лучших инициатив из 10,5 тысяч предложений. Одну из них представила первокурсница сургутского филиала финн-университета. 16-летняя югорчанка предлагает запустить производство биоразлагаемых урн для захоронения праха домашних животных. Жюри оценила смелый подход, новизную актуальность идеи Марии Котик, присудив ей победу в треке «Городская и транспортная инфраструктура». «Мы создали такую систему, которая позволит создать уникальное дерево памяти, чтобы навеки оставить последний след тех, кого мы так любим. В нашей системе прах выполняет прямую функцию удобрения. Соответственно, питает саженец и концепция прирождения жизни работает на практике». Югорчанка планирует передать ветклинике и центры кремации региона 600 образцов биоурн. Владельцы животных смогут получить их бесплатно и экологично проститься со своим питомцем. Мария Котик уверена, что ее инициатива позволит избежать несанкционированных захоронений. А благодаря использованию биоурна в Югре может появиться парк памяти домашних животных. Стоит отметить, что идеи еще четверых югорчан вошли в топ-100 лучших проектов. Сегодня их авторы презентуют свои инициативы губернатору Югры Наталье Комаровой. «А задача вот таких фестивалей и задача государства создать условия, чтобы каждый из вас мог быстрее найти и реализовать свой талант». Потому что сегодня, когда мир стремительно меняется, такие изменения – это вызов. Ну, конечно, вызов. Но любой кризис и любые изменения – это время возможностей. Время возможностей для России и время возможностей для каждого из вас. Юмос отметили на федеральном уровне. Югорский производитель брендовой одежды будет внесен в каталог лучших молодежных проектов российской креативной недели. Это крупнейшее событие, которое объединяет творческих людей со всей России. Мероприятие проводится в Москве с 2020 года. За время существования столичной площадки Юмос стал первым проектом из нашего региона, которому удалось войти в топ-100. Напомню, бренд Юмос родился три года назад. Он специализируется на производстве стильной и функциональной одежды с югорским колоритом. В Сургутском районе возводят туристическую тропу «Человечность». Она появится на территории Барсовой горы. Сейчас строители устанавливают здесь ограждающие сети. Работать им приходится очень аккуратно, не повреждая даже землю. В будущем это будет дорога протяженностью почти 2,5 километра. По периметру установят тематические архитектурные формы животных, людей и предметов быта. Они будут олицетворять прошлое. Все это лишь первый этап, на который муниципалитет выделил 75 миллионов рублей. В следующем году строительство тропы продолжится. Ну а главной достопримечательностью комплекса станет музей, где будут представлены экспозиции с уникальными находками. Проект планируют реализовать в течение трех лет. Нас ожидает 2023 год, второй круг тропы. Мы ожидаем документы из госэкспертизы на музейный комплекс. Работы предстоит много по созданию действительно комплекса, целой инфраструктуры, которая будет служить именно продвижению Барсовой горы. В жару состязались, в дождь отрывались. В Сургуте День молодежи собрал около 15 тысяч человек. Днем на Центральной площади состоялся силовой турнир в нескольких дисциплинах. Участники использовали канат вместо скакалки, а утяжелителями послужили бревна и колеса от трактора весом 360 килограммов. Вечером состоялся open-air, среда обитания. На сцене выступили городские музыканты, рэперы, группы и диджеи. Музыкальному уикенду не помешал даже проливной дождь. Площадь, правда, не была заполнена желающими потанцевать, но многим для отдыха погодные условия не помешали.